привет мой любимый зритель ты смотришь продолжение партии за германию все дмэйр civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы если ты случайно наткнулся на это видео то лучше перейди к первой серии ссылка есть в описании к этому ролику всегда лучше смотреть с самого начала всем остальным приятного продолжения просмотра немец предлагаю мир в обмен на двух шпионов нет ты умрешь и этих шпионов получу и так ну ну слушай ну а смысл надо тут пару ходов осталось да мы мы тут уже ничего не решаем полководца набил ничего себе кому я там с лиссабоном поднасрал португальцам нет по моему по моему клеопатрия мне там всегда ноль было а кто со мной боролся за этот несчастный лиссабон то или чили не был не был и а и и и и и и а и мне кажется ставочка на индонезию не сыграла думаешь но да 9 световых лет против 4 но в в в в в в по космической гонке надо кидать ядерки я мог бы кинуть ядерку и китай но опять же ну но зачем чтобы индонезия улетела ты ты проигрываешь ну надо что-то сделать закидать обоих прямо обоих вот я сейчас приехал и всех всех закидал там у вас до швед должен был что-то сделать если он не улетал типа с такими показателями калки ну кстати вот да кстати в этом плане я удивлен что швед никуда не улетел алексей понятно там отставал сильно потому что если бы мы дал да у меня тут у меня дурва есть сам бы улетел в швед тогда да я сейчас уже понятно что он бы не улетел мы не могли друг без друга играть нормально а монгол и мышцы монголами долг убил ай ну мы даже тем самому что мы союз друг другу не дали мы сильно другу со стопили типа еще игра продлилась приходить но суши у нас на нашем континенте только швед был нормальный игрок у нас тут получилось так что турок за стопил меня я в союзе с египтом за стопил грузина и турка и мы тут с четвером короче у нас тут своя игра и только швед от этого отваливались кельн отвалился кельн и ульм кельн и ульм они постоянно отваливались просто они мне но это моя ошибка была я их надо было просто ставить все ну если ошибка ну а с другой стороны если бы мне турок дал культурный союз они бы нормально стояли я просто не понимаю в чем идея была надавать просто нужно было просто на еду больше упор делать тому клетки на еду маляк смотри кельн без без пресной воды к я тут еда вообще он просто не рос у него не было пресной воды в принципе и мне было достаточно культурного союза от турка я не думал что он за рта чится внезапно такой типа я тебе не дам чтобы они утят увалились ну в чем прикол ну вот и вот и и на этом как бы вот этот глубок получился что мне пришлось союзится с египтом египет нападал на турка даже свалок а за портов построил на самом деле типа он мог бы просто в каждом городе ткнуть заранее лететь что удар велась я не слышу тот момент покручил делаете космопорты в других городах мне пришлось тратить время на то чтобы строить здание скульптуры потому что в это время я как раз планировал ставить еще плюс 3 космопорта и ровно по-моему на следующий ход или когда узнали оказывается что 9 ходов осталось до культурки мне пришлось все сливать на центре вещания потому что понимаешь я типа вот чтобы эти все проекты запустить просто все леса уже срубил почти и рабочих на все свои заряды вот это ускоряю опыт ну я типа я не грешу про игрок поэтому как говорится и так как смог таких сыграл как говорится поэтому где надо было лучше сыграть где-то развелся ты отлично на самом деле это развился то есть идея в том что если у тебя меньше городов чем у тебя твоего соперника то в принципе вот представь что вы даже если вы равного уровня ты проиграешь то есть тебе но это было убила и забирать получается мне надо было в период вот когда я вышел в промышленную когда у меня было с ним 37 защитных города до сих пор вот это ошибка действительно главное потому что когда американец сливался китайцы у меня она была может быть в это время забирать это несомненно это просто просто вот просто сто процентов тебя забирать и тогда возможно кстати тут место у него еще было очень много заместа у меня реально много да возможно я был хотя бы мог побороться просто к сожалению 6 цива направо про количество городов то есть тебе надо чем больше городов тему лучше всегда нет вот если ты забираешь города то если мы говорим про то что он забираешь города все надо смотреть что там были районы тебе необходимые в данном случае там либо научные районы либо промышленные районы чтобы это проект почитать поэтому получается что китай забрал неплохого американца у него районов не было кроме военных лагерей города я с американского города улетел с какого там еще там еще пары американ у который был американским с его столицы кстати прикол я от санта-клары очень далеко нахожусь санта-клара это город в бэй-эрии там где сан-хосе ну не рука сан-франциско санта-клара это такой там играет сан-франциско футинайнер с эти американский футбол поэтому санта-клара очень странно что в циве это выбрана как я конечно это целый выбрала город не он сам переименовал правильно нет это я сам а ты переменовал дождать а зачем тебе кубинский город типа я все в кубинские города перемену тоже санта-клара есть такой кубинский город прикол боже они у них тут все так все одинаково так вообще да вообще испанцы они типа называли все очень одинаково так вот в этом и прикол что наберут сша никто не перевернут города то есть тут как типа испанцы назвали никого не волнует ну санта-клара и санта-клара это очень круто на самом деле да да чем у нас там у тебя власть сменила сразу ленинград и свердлов да куйбашев самара ну суши ладно там эти советские названия это ладно а то что вот переименовывают в российские кита названия просто в сша в принципе нету этого национального языка то есть вот сша нету что ты по-английски разговариваешь это национальный язык если ты придешь куда-нибудь в суд говорить по-русски и скажешь я хочу говорить по ну ладно давайте искать стиле переводчика например и вот то что здесь в калифорнии в техасе куча испанских названий городов вообще никого не волнует мексиканцы не протопили бы могло бы остаться мексикой наверное все не смогли не смогли развиться нормально ты про это испанцы они они испанская колониальная политика она намного такая более эксплуатирующая и да да то есть просто вот выкачивание ресурсов именно английские хотя бы делали вид что какое-то развитие там вот и сша тоже прикольная прикольный момент получился развлекалась на самом деле вообще вся европа с отступом по 20 век развлекалась европа с 15 по 20 век чем выкачиванием ресурсов из колоний говорят что англичане до сих пор живут короче некоторые говорят что хорошо живут благодаря этому ну не считай остров от тех же самых японцев не сильно отличается ресурсов чуть побольше все что они набрали все разграбление с колонии идет но это не сам не вот такой испанцам уже эти колонии как бы давно но на 100 лет раньше освободились пока не эти колонии кому отдали англичанам до франции до англичанам вот пол мексики типа прикинь сейчас было бы мексика вот тут вся калифорния это почти вот граница с аляской там ну то есть русские они граничили с испанцами не суши ну ты так это так колонии считаешь понимаешь одно дело ими управлять хрен знает откуда другое дело когда люди здесь живут ну этого этого бы не было точно то есть англии там англичане испанцы бы свои колонии потеряли бы в любом случае это просто ну нереально это удерживать туда тут как бы получается вот мексиканцы они уже были отдельным государством ты же проиграли же понимаешь что там была своя культура то есть я вот теперь считаю что самое главное преступление европейцев это уничтожение ацтекской и ингской культуры он до нас очень многое не дошло это были уникальные цивилизации просто уникальные цивилизации уничтожены на ровном месте кстати вот именно южноамериканский вот ингская культура на не так сильно уничтожилось как северно американский нет подожди там тоже очень много просто умерла из-за болезней из-за очень много культуры была уничтожена вот этими это сказать православными христианскими как его христианскими ну миссионерами которые вот приносили христианство просто дофига культуры сжигалась уничтожалось чтобы это не влияло на распространение христианство на этих землях даже несмотря на то что типа 60 процентов перуанцев это потомки как бы инков да да не в других горных племен и боливийцев тоже ну как бы они там да они там даже разговаривают на этом языке кечу половина людей но ты улетел новина культур разрушилась а улетел черене улетел китаец улетел но вот это просто сам факт прибытие европейская культура которая уничтожила другую культуру уникальную это мне кажется в истории человечества это самый ужасающий факт просто вот испанцы прибыли и болезнями и казнями уничтожили культуру которая была абсолютно другой так местные племена там тоже во всю воевали но и но они между собой воевали это совершенно другое было я имею ввиду что на стороне испанцев мера и на стороне испанцев там живали и уничтожали до уничтожали но это как тебе сказать они воевали потому что вот они ну не знаю как какое-то сравнение сделать между как поляки например и конец как 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 поляки присоединялись к наполеону когда наполеон шел на россию потому что россия присоединила польшу к себе по разделам это это понятно и здесь вот эти племена присоединяясь к испанцам чтобы против ацтеков воевать это тоже понятное дело новая насколько я знаю испанцы нам намного были не знаю если можно так выразиться более мягкие нежели например те же англичане которые основываются экология я я я не собираюсь сравнивать англичан и испанцев просто колониальная политика вот просто колониализм вот сам колониализм это просто мрак вот это одна из черных полос в истории человечества когда мы просто взяли и уничтожили какие-то цивилизации которые и в этом плане например русские во многом лучше чем англичане или там испанцы просто вообще когда они захватывали там среднюю азию там узбекистан чечню и прочее эти культуры сохранены в любом случае есть есть претензии до кавказ есть претензии к сталину который взял и чеченцев переселил куда-то но в принципе эти культуры сохранены они есть в истории и сейчас они учились именно у колонии ну да да вот англичане испанцы понятно почему были переселены почему почему ну почему они были переселены я мне непонятно мне непонятно то есть типа они против давайте их переселим чтобы они забыли свои корни вот про это или ну вообще он тут еще типа он взял там то есть кабардино-черкесский язык карачаева балкарский язык но республика кабардино-балкарии карачаева черкесия то есть он да все перемешано ну все перекрещивал там я всячески то есть если если исходить из имперского мышления как вот создавать империю которая будет по каким-то механизмом и доминирующей цивилизации на планете то наверно сталин прав но человеческой точки зрения когда вы я я просто исхожу из того что человек рождён для того чтобы быть счастливым как ты можешь быть счастливым если тебя берет какой-то чувак коренная проблема в россии типа те кто за путина это люди с имперским мышлением именно которые против они вот именно люди которые хотят просто у нас тут есть человек с имперским мышлением давай давай его послушаем ну почему дарвил а что ну вот в чем твое имперское мышление вот что ты считаешь что в этом хорошего дожди это это не я сказал про имперское мышление чири не сказал что те кто за платина они с имперским мышлением я говорю это я что да я заплатила вот и все а то что я с имперским мышлением хорошо что именно в путин тебе нравится почему за него мне 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 нравится ведущаяся сейчас внешняя политика это общее слово конкретно что тебе вот это нравится подожди я даже не буду слушать внешняя политика почему тебя вообще волнует внешняя политика почему тебя как человека да почему человека живущего в россии не волнует внутренне я просто тебе скажу как человек живущий в сша здесь вообще всем похер внешняя политика здесь вообще никого не волнует ник никого не волнует россия никого и вообще ничего не волнует их волнует просто свое сколько у них денег в кошельке их волнует то что внутри сша какие приняты законы почему почему у нас в странах вот в беларусь откуда я родом в россии откуда-то родом, почему у нас волнует прежде всего внешняя политика? Почему? Вот что тебя интересует внешней политики? Лёша, я по тебе ответил. Меня тут это... Проблемы. Жена тут меня ругается, я не могу тебе ответить. Просто можешь шепотом, спокойно. Извини, не могу. Не могу, к сожалению, не могу. Не можешь, ладно. Понимаешь, вот мне почему нравится жить в США, потому что я себя здесь чувствую спокойно. Просто меня никто не трогает, меня никто не волнует со своими какими-то внешними проблемами в США. Я плачу налоги, вот я буквально так, сегодня четверг, я в понедельник заплатил налоги в США. Мне вернули, так, на минуточку, почти тысячу долларов с моих налогов. Я получил обратно тысячу долларов из того, что я за год заплатил, живя здесь. И я себя чувствую прекрасно, я себя чувствую просто здесь, как будто всем до меня нету дела абсолютно никакого. я никому здесь не нужен. Это такое прекрасное чувство, после того, как ты уедешь из Белоруссии и России. Ну, у нас тоже, у нас тоже возвращают налоги. Я... У тебя минус от Москвы же идет, я правильно понимаю? По времени я имею в виду. Не знаю, у меня сейчас 8 часов 25 минут вечера. Это плюс или минус? Какого числа? Пятого марта. Значит, просто я не хочу тебя расстраивать, но здесь у нас уже суббота, а у тебя пятница. Ну, мы уже закончили, мы можем поздравить Челине с победой. Ну, я считаю, вот, если по игре говорить, то я считаю, тут у нас грузин и турок на нашем континенте просто какую-то чушь сделали на ровном месте. они могли постараться, ну, могли победить, вот, но просто, ну, в первую очередь турок, потому что я не знаю, почему он не захотел союзы делать, я просто не представляю, просто чтобы у меня города отвалились, только чисто из-за этого. И они могли бы потом с грузином распилить Египет. Вот, а зачем потом грузин пошел у меня город убирать, я не знаю. А почему швед потом нас всех не захватил, я тоже не очень понимаю. Швед, почему он нас не захватил? он миролюбивый. Он отыгрывал Швейцарию, а не Швейцарю. Просто Дарвилл реально мог нас просто всех захватить и получить очень неплохой буст по науке. потому что мы отставали очень сильно. А что там на вашем континенте было, я не очень понимаю. А на нашем континенте все было очень замечательно. У нас было все очень просто, на самом деле. Да. Все решилось очень рано, все проблемы, которые могли быть. Попереки и все закончилось. У нас на континенте по сути была такая ситуация, что лучше дружить, чем не дружить. Ну да. Потому что каждый свой не должен всем. Ладно, всем спасибо. Я пошел. Всем пока. Спокойной ночи. Спокойное утро. Спокойное утро. Я на самом деле думал, типа, замириться, ну, с... Война, то, что я его продавил от реально улучшил мои показания. Ну, если ты не стал давить его потому что у меня горы закрыты, и я вправо вообще не мог селиться, и влево места вообще помойные, типа. Даже вот сейчас эти города не очень сильные. Ладно, все. Там даже вот в город Матанцес там вот один ход, одна клетка прохода, и там мы уже с индонезитом договаривались как бы им города ставить. То есть, грубо говоря, если бы... Если бы американец не выкупал клетки, то ты бы на него не нападал, и все было бы совершенно по-другому. За Китай всегда мало места дает. Да, у Китая вообще... Американца просто получалось, что вот справа Китай и этот самый, как его, индус, слева просто центр материка пустой. После этого центра иду я там у левого края, и надо мной этот индонезиец. И все, и внизу, блин, четыре города-государства. А чего их не захватывали? А там одна научная, вторая этот... Ну, я вижу, вижу. Аншан, Лиссабон, Рапануэ. Поначалу, допустим, тот же самый Шан не захватывали, потому что это научная ГГшка науку хоть чуть-чуть бустить, потому что, ну, не знаю, как там у индонезийца, а у меня просто жопа была. У меня было два более-менее нормальных места, где я мог поставить... Еще, ребята, вот знаете что, я бы улетел на ходов 8 раньше, если бы я, короче, не протупил. Я подумал, что инженер, он два раза дается. Типа, у меня так, как у меня Галикарнас, он два раза прожмется. Да, ты должен был лететь гораздо раньше. Да, и я, короче, прожимаю вот эту на лунку, где оставалось два хода, типа, думаю сейчас, что изи, короче, улечу. Причем, я уже открыл эти ускорялки, и это просто, это такой фейл. Я хотел, ну, типа, я хотел в глубине души, типа, попросить загрузить, но, типа, смотри, индонезийцы, тебе на будущее, если ты чувствуешь, что ты отстаешь по науке, тебе просто надо идти в ядерки или в термоядерки, ну, там, ядерки, термоядерки, это все по очереди. То есть, чувак пытается улететь, там, вкладывает это производство, ты должен его закидывать. Это, ну, шансов. в две победы шел вообще. ну, культурная тут все-таки тени светила, по-хорошему. Не, почему она светила, только если бы рокер не умер бы, который на компусах, типа. Ну, вот, вот, заинка, то же самое, я сделал абсолютно, что и в этой игре, только у меня, вот, ну, слушай, ну, я просто смотрю на вашу территорию, вам так с горами завезло, то есть, у вас тут такие, вот, у тебя кампус, кампусы такие классные, вот, я не знаю, ты же видишь нашу территорию, у нас, только у шведов, у шведов какие-то вменяемые кампуса были. Ну, у меня, типа, вот, если бы без американца, ну, такие, не очень прям сильные кампуса. Ну, да, да. У меня были кампуса хорошие на побережье, то есть, вот, этот бонус за соседство и Индонезия, Индонезия, вот, и реально, вот, я каждый раз смотрю, Индонезия, очень-очень приятная нация, то есть, за нее очень приятно играть. Просто главное, чтобы она на побережье была, если она, вот, у нее есть много прибрежных городов, то это просто очень приятно. Нет, там и в карте был хороший. Ты знаешь, кто забрал пансионную рыбу? Ты? Да. Чего? Я не успел. У меня пансионную рыбу было. А че, типа, ты решил, что самое лучшее? Да, да, потому что, ну вот, я понял, что, ну вот, когда я увидел, что Американец соткнул город, по-моему, там уже, как раз я пансион брал, или что-то такое, не помню уже. на самом деле, там защитник Кира тебя сильно очень густанул. Типа, если бы ты не взял его, ты бы не позавил его. Ну, крестовый, как походу, все ругаются, типа, Stonehenge, что это, ну, чудо, которое, ну, типа, беспорядное. Если бы мне этот трейд, ты бы его не пронес, мне кажется. Но за Китая это очень полезное чудо, типа, ну, во-первых, чтобы апнуть религию еще, тебе нужно, как бы там, веру еще потратить, а тут просто... Тут удачно вышло, просто, что у вас, ну, как это, зарубка вышла, как раз тогда, когда ты вот решил построить Stonehenge, грубо говоря. Так не всегда бывает. Ну да, я Stonehenge с вами. Спасибо всем за игру, пойду, я тоже байни. Спасибо, ребят, за игру, потому что у меня было с 8 утра до 8 вечера, у вас так, с 7 вечера до 7 утра, это просто, конечно... Да, я не планировал сидеть до 7 утра. Ну, 12 часов партия длилась. Но, прямо скажем, мне это понравилось, то есть, получилось разностороннее. Совершенно это, вот эти войны в начале, потом у нас, тут это вот непонятка. Единственное, конечно, швед, тебе надо было кого-то из нас забирать. На превосходстве каком. Ты бы усилился, ты бы смог попытаться улететь намного быстрее. Ну, турка, я так понял, старт был такой себе, даже я бы на нем ничего не сделал. Ну, как? Нет, 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 подожди, турок взял пантеон на тропические леса, у него очень классные были эти священные места, там у него уже трудовые дисциплины взял, у него было производство вообще там 10, 8. А у меня так получилось, у меня тоже тропические леса были, но там священка только на 2 вставала с тропическими лесами. И он очень, у него очень большое было производство, хорошее, но зачем-то он по какой-то причине решил не давать мне культурный союз, чтобы у меня города отвалились, я просто, я не знаю, вот, ну, то есть, ты вот думаешь вперед, ну, ты не даешь человеку культурный союз, чтобы не отвалить города, то есть, как он будет к тебе относиться в ответ. в цели немножко вредить человеку, это, ну, вообще, проигрышную стратегию. То есть, мне пришлось союзиться с Египетом, я просто был уверен, Египет будет нападать на турка, я был 100% уверен, я был, я поэтому и давал союз с турком, мне вообще было пофигу, там они будут пилить, Египет похер, вообще абсолютно пофигу, но турок решил у меня отобрать города вот таким странным способом, и поэтому мне пришлось союзиться с Египтом. Да и лояльности ты, ну, очень медленно города к себе приходишь. да, именно. То есть, ты 15 ходов ждешь, чтобы он отвалился, 15 ходов ждешь, чтобы он присоединился. подожди, самое интересное, что турок даже не забирал, он к нему присоединился город, и он от него отказался. То есть, он просто это сделал для того, чтобы город у действовать так, чтобы делать просто плохо человеку, он должен делать хорошо себе. Это самое главное правило. Ты должен делать так, чтобы тебе было хорошо. Как только ты делаешь плохо человеку, это, опять же, аристократ, ты еще здесь, если ты уничтожаешь город, то есть, ты можешь захватить город и оставить себе, он отваливался, он отвалился, но ты уничтожаешь мне город, это означает просто сразу мне офигенный минус, и это означает, что я просто с тобой воюю перманентно дальше, потому что у меня нету больше шансов. я поразграблял твои клетки, я за 4 хода войны апнул просто 4 техи. Отлично, замечательно, тебе это помогло, ты смог выйти в самолеты раньше, чем я. Я уже понимал, что с нашего континента никто не победит. Нет, тут можно, ты должен в какой-то момент остановиться, в правильный момент, турок не смог остановиться, ты не смог остановиться, ты, если бы ты захватил город и оставил бы его, это нормально, но ты захватил город и уничтожил его, то есть ты просто взял и убил мои шансы на победу, и не сделал себе плюс на победу, то есть ну просто вот зачем это делать, это вот не просто смотри, там снизу два города Египта, сверху два города твои, я вступаю в темный век, он бы отвалился, по лояльности, правильно, он бы отвалился, по лояльности, но если ты захватываешь город и уничтожаешь его, то ты человеку, чей это был город, убиваешь шансы на какую-то возможность победы, ну мы же на свою победу играем, они на чужую, так а в чем это правильно, а в чем шанс твоей победы в этом, я поднял экономику и по науке я поднялся нормально, за счет того человека, который тебе мешает победить, вот, когда вы там вдвоем претендуете на победу, тогда есть смысл уничтожить его город, когда... Вот смотри, а я оставил его себе, дальше что? Он у меня через два хода отвалился. Всем спокойной ночи, всем до свидания. Спасибо, спокойной ночи. Спасибо за игру. Если ты оставил его себе и он отвалился по лояльности, ты замедлил мое развитие тем, что этот город нету его у меня примерно в районе 12 ходов, потому что он у тебя отваливается по лояльности ходов 6, потом он ко мне присоединяется ходов... Ну, может, я его захвачу чуть раньше, но это... Ходов 8 у меня нет этого города, но я хотя бы его могу захватить обратно и могу вернуть вот тот уровень, который у меня был, уничтожив этот город. А? А зачем мне это? Ты дольше ставил новый город и дольше ставил новую этот, Ганзу? Так, за тем, что ты уничтожаешь мои шансы на победу, а себе не прибавляешь шансов на победу. Ты себе не прибавляешь. Если бы ты захватил, себя оставил, это другой вопрос. Но ты его захватишь, ты понимаешь, что ты не можешь его захватить. Я грузину бы просто дал совет типа тупо чилить, короче, вообще вот не в военном. Именно, именно. То есть грузин решил, что, блин, у меня что-то мало городов, я должен с кем-то воевать. По-хорошему я бы на самом деле на месте грузина взял бы и в морский юнит поплыл бы, захватил этого чувака, который индуса, который мой аппендикс. И у него там, кстати, компуса были, типа ты бы забрал реально бы и получил компуса нормальные. Не, у меня просто такая территория была, что она вся в холмах, это равнины, нет еды. И у меня юниты ходят по одному ходу. У тебя в принципе не такое уж и плохое место. Нужно бы просто было играть в море чисто и идти воевать по морю. Ну, я еще по карте смотрел то, что там рядом совсем был Египет и рядом был Осман. Типа можно было с Османом попилить Египет? Можно. Но он что-то прям... Если бы Осман со мной не поругался, вы бы попилили Египет, реально, это было бы так и есть. Вот я этого и ждал. Самый лучший вариант. Он с тобой поссорился и все, как бы. И там еще Египет построил статую Зевса. Я типа хотел уже нападать, у меня наемники открылись, я бы проапал юнита, а у него бы сразу против моих юнитов копейщики, он их тоже апнул. И потом варбалета. И мне нападать уже смысла нет. Египту реально так повезло. Ну, как бы, в кавычках повезло. У него место очень плохое, потому что его зажало с трех сторон. Его очень... И он четыре города только поставил. А что у вас прям согрело там именно что стало раздором? То, что турок не дал культурный союз? Ну, да. Да, у меня получил... У меня отвалились два города, потому что мне турок не дал культурный союз. Просто вот на розовом месте отвалилось два города. По лояльности. Ну, и... То есть, что... Что стоило турку дать культурный союз? Ну, почему? Почему он не дал? Он хотел, чтобы эти два города отвалились. Поэтому, ну... По идее, вы могли бы там караваниться с египтом, типа все там... Так я караванился с египтом, у меня классный караван туда бегали. И в итоге оказалось, что лучше всего с ним дружить. Но, правда, там потом Египет очень странно меня подставил, не сообщив, что он союз... Союз с грузином заключил. Я внезапно в один ход... Я в один ход обнаружил, что все юниты грузин находятся у моего города. Потому что он не атакует больше Египет и атакует меня. Ну, в общем, очень странно все получилось. Там по-хорошему швед... Я думал, что швед победит, потому что он заберет нас всех. Но швед что-то там... По-вайтовому сыграл. Алексей, ему не хватило для победы именно вольнодумство, которое было в середине, но вторым веком. Нет, у меня все классно. У меня было производство, прочее, но... Нет, вот именно наука цк-шек за немца, именно вот между 30-м и 60-м ходом. Это очень важно. Представишь центр коммерции и... Я просто не думал, что грузин решит зачем-то на меня нападать. То есть у меня было бы достаточно всего... Я не планировал на тебя на самом деле нападать. Просто мне Египет кидает такой этот мир, дружбу, я ему кидаю союз. И типа потом надевать войска. Я пошел тебя пограбил, снес город. Вот именно а Египет вообще мне ничего не говорит. Я понял, что там какие-то сообщения выскакивают, но... Извини, я в общий чат говорю, например, если грузин, ты нападешь на Египет, то я тебе объявлю войну. Я это говорил в прямой эфир. Египет решил вообще ничего не говорить в ответ, когда он с тобой заключает мир. Понимаешь? Он сказал бы, немец, я хочу заключить мир с грузином. Просто это сказать заранее. Я бы понимал, что, грузин может на меня напасть. Но этого не произошло. Потом я смотрю, у меня город просто окружен со всех сторон. Мой третий лучший город, третий лучший город окружен со всех сторон юнитами Грузии, и он захватывается и убивает мне экономику. Ну, это просто со стороны Египта не дело такое. Да, согласен. Я получается, я вообще в эту войну просто влез именно для того, чтобы Грузия и Турция тебя не захватили. Чисто для этого. потому что это мне невыгодно, чтобы они усилились за твой счет. А это произошло именно потому что турок у меня культура отжимал города. То есть я влез в эти войны, а в итоге я сижу и без города внезапно остаюсь. Ну, это очень странный итог. Падешь очень циничным. Да, да, очень цинично. Так это и тебе невыгодно было, что вот так меня ослабляет Грузия. Но по-хорошему из всего этого, из всей Токатавасии не получил выгоды Швеции. То есть Швеция по-хорошему должна была что-то кого-то из нас захватывать, какие-то города захватывать и улетать. Нет, швед должен был просто улетать на самом деле. Должен был улетать, да. Хотя бы его там в эти четыре города месяца столица он был в... Причем вот у шведа у него реально способность на инженеров на ученых. Он мог бы просто их забирать и все такое. То есть сделать так, чтобы не досталось нам. Потом швед не построил оракул, то есть за Швецию это мальцев. Я его построил в середине, после войны уже я его построил с американцем рабочими. То есть я типа строил ход его рабочим, то есть потом прожимал, менял производство на что-то другое, то что мне нужно и вот так устроить. То есть вообще не спеша. Ну и вера у меня была хорошая вот этот плюс 2 ко всему за город с чудом света. Хороший буст в начале. Священные места вот это? Нет. Короче, плюс две науки, две культуры, два золота, и две веры за каждый город с чудом света. называется священные места. Да, священные места. Ну, на вашем континенте должны были вы с индонезийцем что-то делать. Ладно, в любом случае получилось интересно, по-моему. А у инвестиций был алюминий? я так и не понял. У него не было вроде аэродромов вообще. Я бы мог бы на него на самолетах напасть и снести индонезийца там, когда вот дружба. мы как-то договорились, что нам типа мы союзники хорошие. У меня было очень много алюминия. Да, у индонезийца нету алюминия. вот, как бы, чем было меня пороться-то. Ну, и у меня всю игру было больше армии, потому что там у меня эти мушкеты, потом пехотинцы, типа, ну, еще наследие войны с американцами. Рану только семь месторождение. Вообще, вот тут вот, где вот город Джабалпур, Саладо-Дачилиния, там такие были просто кровавые бойни с индусом у американца. Там вот этот город уже Саладо-Дачилиния, мы его добивали, там уже было 50 с чем-то защиты. Тупо там катапульты, генералы, просто индус убивался от него. Вообще жесть. И вот этот Санта-Мэр-Та город тоже там в две клетки атаки. Жесть. Пока крестовый туда не принес, я не забрал его. Я вообще не понимаю, как ты смог пройти через две клетки к этой вилье Клара. Ну, он, он, короче, вот именно вот тот проход, он не закрыл его. Вот это его ошибка была. Вот где вот Рапануист, вот эти Маи стоят Рапануйские. Вот этот с Леонова не закрыл. Он сосредоточил все юниты вот где военный лагерь. Где военный лагерь, я так веду промзона, тут он сосредоточил. А я поставил, короче, катапульту, с той стороны пошел, обратил город в крестовый поход, катапульты обстреливал военный лагерь, он сломался, потом там я зашел туда мечником, плюс у него он не взял Виктора в губернатора, да? А у меня генерал. А у меня генерал. И то есть у меня плюс 15 считая к юнитам на этой территории. И как бы его стены, его юниты, куча юнитов было, они не помогли. Он тупо ударился обменяем мечниками, потом я следующим ходом тупо добиваю его мечника, потом подвожу катапульту, а катапульта под крестовым походом у нее хорошая защита. Плюс я там еще катапульту прокачал, то есть у меня катапульта тоже в пенальдеррио стояла на плюс 2 прокачки по правой ветке, то есть это на плюс 7 к обороне и плюс 10 к укреплениям района. И поэтому ну вот в игре этой катапульте как раз и прошел там. Ну и дальше уже все пошло, вот дальше пошел на Санта-Клана. на Вашингтон. тут Виллия Клара основной город просто, если вы берешь, то дальше там уже. Просто тут две клетки прохода, две клетки. Ну вот именно вот то, что он не взял Виктора и мой крестовый поход и генерал. То есть он забил на вещи. Хотя как бы в его руках. Я сам на самом деле не верил в успех. Я так думал, сейчас будет упорка до конца игры. Но когда я увидел, что я продавил тот фланг, то есть там мечник стоял 55 атаки, считай. Тут два мечника у меня прошло и катапульта. Я еще подстроил еще одну катапульту. Начал прокачивать и построил еще терракотку. То есть всем юнитам опыт. Тоже хорошая тема. То есть у него тебя сразу все хилиться. Индонезийца. Индонезийца. Ты еще тут? Я уже все ушли спать. Ну вот. Ну у нас скажи на континенте вот произошел такой миссиндестендинг. Ну вот война нужна, когда ты реально не видишь развития своего какого-то. Опять же, я на месте грузин поплыл на Индусы. Там на Индусы уже были компуса к моменту. Он бы на линкорах бы тупо их забрал. Я на самом деле очень долго развивался. У меня было два лагеря, которые спавнили эти беремы. И типа я не мог третий город поставить на море. Боялся, что они его снесут. Я пока галеры не настроил, не снес их. Типа у меня не было города третьего. Ну, жаско. вы все равно подселили египтянина. У Египта было только четыре города. Так у меня тоже четыре города было только. Да, четыре плюс два почему-то ты говоришь. Ну, второй я, ну, в этот ггшку я захватил достаточно поздно, когда ты, по-моему, подсказал. Ну, все равно какая разница. А снизу город я поставил тоже очень поздно. Египту просто ему не было ничего захватывать, никуда селиться. У него было четыре города. Это означает, что он сто процентов будет на кого-то нападать. Это, ну, просто я говорил, что он будет нападать на турка, потому что у Грузии очень хорошие стены. Нападать на Грузию со стенами очень неприятное дело. Ну, на нее не действует ни таран, ну, точнее, осадная башня уже не действована стены возрождений. Ну, вот, поэтому я был сто процентов уверен, что Египет будет нападать на турка. И поэтому то, что турок не принимает со мной союз, когда я думал, что турок понимает, что у него Египет будет нападать, или он хотя бы боялся Египта. Оказывается, все вокруг боятся меня почему-то, что я на кого-то буду нападать. Особенно турок, который хрен знает, где для меня находится. На самом деле я нуждал всегда подвох, всегда контролировал, я думал, ты сейчас пойдешь что-то не портить. Ага, ну, тут у нас свои приколы были, понимаешь? Я даже венецианку построил, перестраховался. Угу. Так, понимаешь, если бы я спокойно хотя я построил всего типа за игру два фрегата. именно, если бы я сидел спокойно развивался и заключил бы союз с тем же турком, я бы, наверное, так и сделал. Ну, так как у нас тут вот. Да, я готовился на какой-то войне там на море, типа, я чувствовал, типа, что-то должно быть такое, но ваш континент он, да, немножко. Че-то, что-то мы тут не поняли. И потом я понял, типа, что, союз заключили, я сразу карточку снял на флот, типа, нафиг. А было достаточно вот действительно турку заключить на союз и с грузином договориться распилить египтянина. И они бы получили, грузин бы получил два хороших города и турок получил бы два хороших города. У них были бы шансы вполне. Тем более, вот у турка янычары, типа, он вообще их исполнил? Нет. Там вот, у турка, вот, ну, сажаешь этого губернатора Сираскира, который, вот, точнее, губернатора Ибрагима и Сираскира способность качаешь, у тебя плюс 10, просто все по атаке города. Кстати, я тут посмотрел сериал Великолепный век и понял, откуда губернатор Ибрагим. Там, это лучший друг был Сулеймана, этого султана, лучшего султана турецкой империи, которого он приказал убить. Его лучший друг был, там, он вообще грек был, по национальности, то есть Ибрагимы, там, блин, короче, я вам рекомендую, вы Breaking Bad смотрели вообще сериал? Да, да. Вот, этот турецкий сериал Великолепный век, он исторический, там реально все, как в истории было, и вот он похож очень на Breaking Bad, вот именно про то, как Сулейман от нормального человека постепенно скатывается к говну, вот такой, я просто думал, что вот турки, знаешь, сделают такой сериал, вот он, Сулейман, он как бы считается самым крутым султаном в истории. Я вот последний сезон не досмотрел во все чашки, это говну скатывается, получается, кто? Ну, сам Сулейман. Нет, именно в сезоне с Breaking Bad, в Breaking Bad кто? Ну, кто? Хайзенберг, да. Ну, да, Хайзенберг, то есть ты вначале хороший, ну, как нормальный человек, и постепенно ты под влиянием своих страстей и внешних факторов ты становишься просто ну, вот это превращение хорошего человека в плохого. Вот на я не знаю, вот на свои как твои страсти превращают тебя в плохого человека. И здесь они, я просто думал, что турки снимут сериал про то, какой у них был крутой этот султан, как, просто Сулейман считается самым лучшим султаном в истории турецкой империи. Вот вот этот сериал, возможно, он завоевал кучу всего, но как человек он просто скатывается все ниже, 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 просто на него смотришь и думаешь, господи, как вот можно так относиться к близким тебе людям? То есть вот именно в этом он очень похож на Breaking Bad. Он как бы другой, то есть не надо думать, что он похож, потому что турки они по-другому снимают, но вот это изменение человека, как ты из вроде правителя, который пришел к власти и думает, как он сделает свою страну классной, а потом в конце он я не буду спойлерить, то есть ну тебе его жалко, даже не жалко, ты думаешь, господи, когда ты сдохнешь уже наконец, вот так лучше скажу, когда ты уже сдохнешь, блин, вот это в этом вот хорошесть этого сериала, они смогли показать, и я просто потом почитал там отзывы турок, когда они говорят, что вот вы испоганили образ нашего султана, знаешь, вот как в России в один в один, но они создали вот то, что можно, которые люди, то, что люди могут во многих частях мира смотреть, как произведение искусства, это вот то, что понятно для них, поэтому я просто вот действительно рекомендую, там первый сезон, он довольно такой лайтовый, а потом начинается историческая хрень, я просто вы можете просто зайти в Википедию и почитать про Сулеймана Великого, турецкого, посмотреть, что он сделал, сколько человек он убил, и понять для себя, насколько этот сериал будет мрачным. Все, я закончил агитацию. Скажи, у меня мама весь этот сериал полностью посмотрела, все уши мне про него проружжало. Я, понимаешь, вот именно что, я вот тоже думал, что это какой-то будет вот такой быльная опера. Он реально, ну, он, он очень мрачный, серьезно. Это очень такое неприятное, если ты, ну, взрослый человек уже, то вот что происходит в сериале и как они действуют с близкими людьми ради власти, это очень неприятно. А плюс еще к тому, если ты понимаешь, что феодальные вот эти все штуки, которые есть в то время для человека еще понимающего историю, это то есть я восхищен, как турки это смогли сделать. Я, 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 я был, я к нему с предубеждением относился к этому сериалу, но как бы вот посмотрев его, это ну, очень, очень неплохо. Ну, это одневековое мышление, ну, оно в некоторых людях до сих пор немножко сохранилось, поэтому это как сохранилось, сохранилось. Я думаю, что в России это просто конкретный феодализм. Оправдание плохих поступков типа абсолютных, то есть разными способами, это чисто средневековье. Да, да. Ну, чистый феодализм, скажем так, чистый феодализм. И вот посмотрев на то, как это может быть, да, к сожалению, в России как бы ну вот у многих ценности там у молодежи реально дослужиться до чего-то типа то есть не стать каким-то там вот произвести полезный продукт какую-то пользу приносить обществу именно дослужиться и стать не слушай, даже пользу обществу это немножко ты ну, хорошо идеализируешь. Просто вот ты для себя что-то хочешь создавать это уже нормальное стремление ты хочешь что-то создать там хочешь заработать денег или еще производить что-то что будет приносить тебе прибыль предположим а в России ты действуешь так чтобы понравиться кому-то который тебя продвинет куда-то вот это вот реальный феодализм это и есть феодализм в чистом виде просто ну я в МВД не смог учиться поэтому типа вот и поэтому в России я лучше скажу в Советском Союзе в бывшем Советском Союзе потому что мы к сожалению все еще продолжаем жить в том Советском Союзе который распался 30 лет назад очень не понимают западное мышление то есть здесь в США ты это вот это чистый индивидуализм ты еще вот такая тема вот если там какой-то врач то есть ты должны все помочь за бесплатно это не должен никому ничего делать за бесплатно это вот тоже типа в России если что-то делаешь кому-то за какую-то сумму предлагаешь друзьям ну сделай за такую сумму такой типа почему бесплатно и люди реально думают как-то ты не можешь не хочешь мне помочь горит именно и вот мышление начинает меняться поколение зуммеров и то не у всех ну оно изменится ваше ваше поколение кстати чилиния думаю будет получше вы будете изменять действительно в России что-то потому что вот я буквально дней 5 назад читал статью что поколение миллениалов то есть мое поколение самое агрессивное в мире потому что не получило той власти на которую она надеялась она осталась у бумеров а бумеры любят зумеров и оно и мы такие типа агрессивные мы ничего не получаем и ничего не можем добиться такие сидим но если мы говорим про Россию то наше поколение действительно было в тени бумеров которые просто прогнулись под систему и ничего не ну не противопоставили изменениям а вы можете что-то поменять только надо четко видеть что и главное не подставляться как-то как-то сказать не take care of yourself то есть не не надо не надо не лезть на рожон не лезть на рожон действительно то есть ты старайся получить для себя какую-то прибыль но при этом не не получить урона понимаешь то есть вот эти вот люди которые сейчас у власти они будут убивать всех кто что-то хочешь что-то изменить конечно конечно то есть вы должны быть хитрее вы тут тут есть очень много моментов которые вы можете изменять и вы измените в итоге вот именно в москве вот много таких чувачков которые нормально мыслить как я куда-то приезжаешь в регион люди реально это что люди не хотят думать у всех такие же разговоры про то что там вот мой мой дядя там кого-то там кого-то продвинет вот это все порешает все такое ну там самый отбитый в этом плане регион это краснодарский край здесь просто все такие просто за путин здесь ходят постоянно эти казаки отбиты это просто жесть определение кубаноиды не зря придумали и просто когда ты смотришь новости типа там митинг прошел там митинг там люди вышли на улице а ты такой смотришь в окно из квартиры а у тебя ничего нету просто обыденность и пустота смотрите проблема россии в том что она ни разу не проигрывала россии надо проиграть хоть в чем-то потому что имперское мышление да благодаря этому мы типа живем да все хорошо у нас есть хоть что-то да то есть надо в чем-то проиграть чтобы люди ощутили что мы что-то неправильно делаем мы что-то неправильно потому что она всегда работала на то что Россия победила на самом деле мы часто теряли намного больше чем то же самое с Финляндией упоролись до войны мы очень много потеряли просто это все не придает согласки и сильнейшая пропаганда как бы именно информация всегда вывозилась да именно так пропаганда что Россия как раз проиграла в 91 году когда Советский Союз развалился это был большой прогресс для России сам Путин же говорил что это была большая геополитическая расстройка и я например считаю что это реально то что Советский Союз развалился это плохо то есть мы могли то есть смотри Евросоюз сейчас это тот же самый Советский Союз ну не в идеологическом плане но как собрание народов то есть проблема в идеологии коммунистическая идеология уже не могла работать я тоже считаю что развал Советского Союза это большая проблема мы могли оставаться вместе мы могли оставаться вместе защищать другого конфедерация типа военных целях мы защищаем другого делать еще хотите развивайтесь вокруг Москвы это не было объединения независимых государств не было не было да и перестроиться он не мог потому что он не мог реально именно именно не мог перестроиться но мне вот у меня ощущение у меня ощущение что лет через 30 все-таки начнут там белорусы украинцы русские опять начинать собираться потому ну то есть на самом деле здесь все зависит от России это опять же вы гегемоны вы культурная доминанта которая собирает вокруг себя народы если если у вас появятся лидеры которые смогут потому посмотри когда российская империя собиралась это не было типа мы завоевывали всех вокруг просто прикольно было именно быть российской империи а не там с поляками не там с австрийцами потому что русские были прикольные тогда они реально были вот такими лидерами прогрессивными лидерами сейчас вы земли с помощью войск а не вот культурным захватом исключительно войну да да в этом плане катицива вот реально ну очень очень тупо но она показывает различия то есть вы либо завоеваются войсками потом по лояльности отваливается город либо вы культурой захватываете так и есть и на данный момент Россия культурно просто проигрывает просто офигенно проигрывает всему что есть вокруг но культурно мы близки но с другой стороны наверное Беларусь культурно близка и с Польшей и с Литвой и сейчас культурно выгоднее Польша выглядит например и для украинцев она тоже выгоднее выглядит как и Евросоюз но с другой стороны я не понимаю почему например Россия не может в Евросоюз вступить вот в чем проблема вступления России в Евросоюз потому что Россия не чувствует Европы или что 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 здесь почему Россия не европейская я бывая в Европе я не вижу особых отличий кроме того что мы против геев ну серьезно это самое главное извините за пропаганду почему тогда все не могут быть в Евросоюзе кто все все страны почему бы всем странам не пойти в Евросоюз но все те кто не в Европе например не могут быть в Евросоюзе нет Евросоюз это вопрос я Евросоюз воспринимаю как чисто экономическое образование то есть это единые таможенные правила и экономические законы в этом плане естественно не может Евросоюз быть например в Евросоюзе не может быть США у них разные законы очень конкретно но почему по всем экономически политически устройство экономика устройство она же федеративная федеративная федерация поэтому она не может никак попасть в Евросоюз единственный шанс для нее попасть в Евросоюз это если Российская Федерация в конце концов развалится оставится какой-нибудь именно российское государство какое-то будет Российская Республика по национальному признаку там будут жить одни россияне и это будет в основном Московская область ну плюс-минус уйдут все буряты якуты татары и чечены кавказ уйдет и тогда вот эта часть там где будет именно славянское население тогда может быть они попадут в Евросоюз но в нынешнем виде Российская Федерация никогда не будет в Евросоюзе ну хорошо почему ты так чеченов отделяешь ну если ты не ну просто вот я в некотором смысле понимаю тебя потому что сейчас российская власть не имеет никакого отношения к тому что в Чечне происходит но в принципе это же жители Российской Федерации то есть на Кавказе те же ингуши осетины и прочее прочее я просто почему вот именно кавказцев упоминаешь почему там не упомянуть якутов каких-нибудь или то есть ты типа за славян такой я так понимаю российская Федерация в нынешнем виде в Евросоюз не попадет никогда потому что Российская Федерация сама по себе большая структура государственная она не сможет это по сути как две разные ну слушай подожди в Евросоюз попали Великобритания в которой находится 4 как минимум 4 разных национальности попала Испания в которой как минимум три разных национальности это это не просто сейчас в современном мире главное экономические отношения то есть если ты готов экономически быть свободным и позволять на своей территории те же действия что происходит на Европейском Союз тебе вообще пофигу какая-то там вся национальность поверь мне потому что ты говоришь по-хорошему было бы вообще объединиться всей планетой и под одними законами по одним правилам работать которые идут на пользу всему человечеству а не отдельным государствам я с этим тоже не соглашусь потому что я все-таки антиглобалист мне хотелось бы различий но к сожалению объединение ведет к лучшему развитию и объединение заставляет людей находить какие-то компромиссы в своих действиях но дело в том что вот в России и Беларуси дело не в лучших экономических привилегиях для страны а им важно чтобы правители страны в которой мы живем в которой вы живете извините были в привилегированном отношении могли построить свой там дворец за миллиард долларов или вот в Беларуси например у Лукашенко что-то в районе 12 дворцов построено не за миллиарды долларов но у него дофига их понимаешь и у меня через пол года после всех событий что произошли в Беларуси очень большие сомнения что жители России могут что-то изменить потому что беларусы сидят и терпят как их просто убивают уничтожают избивают и они никак это ничего ну никак не показывает что им это особо не нравится то же самое и в России Бабченко знаешь Аркадий Бабченко да в Украине сейчас да он очень интересно в каком плане он писал где-то как только начались вот эти демонстрации в Беларуси да он по сути говорил типа не занимайтесь херней берите обратно говоря камни и идите меняйте власть иначе вас потом разгонят я с ним полностью согласен я послушай Александр я это говорил у меня есть эта запись на другом моем канале это еще за два месяца до выборов Лукашенко потому что я был вот как сейчас Чилинио участвовал в этих всяких разгонах так я когда мне было 20 лет и учился в институте меня точно так же задерживали я точно так же сидел это был 2001 год были выборы Лукашенко я сидел сидел за выборами на следующий день произошло 11 вот выборы Лукашенко были 10 сентября 2001 года а 11 сентября произошло вот эти атака на башни близнецов и всем было похер абсолютно что в Беларуси происходит например на следующий день и точно так же всем будет похер что в России происходит когда-либо важно чтобы были лидеры я теперь вот я только сейчас начинаю в 38 лет понимать насколько крутой был Ленин насколько был крутой Троцкий или Сталин уж извините мне не нравится как Сталин управлял Россией но когда они делали революцию это были просто это были очень крутые люди и надо сидеть изучать труды Ленина чтобы понимать как делать революцию а сейчас люди которые просто думают что они могут лайкать что-то в твиттере или в фейсбуке что-то изменится них ни хрена не изменится ничего не изменится ваша жизнь не изменится вам никто ничего лучше не сделает только вы сами можете что-то сделать ты прав что революцию надо уметь делать но ты привел пример этих людей да но мы же знаем историю мы знаем результат нет они нет смотри я не говорю про их результат к чему они привели я говорю про то как надо делать революцию я просто глядя на Беларусь когда там вы типа выходите с флагами и становитесь снимаете кроссовки и становитесь на скамейку чтобы не запачкать скамейку все такие вау вы стали на скамейку не в ботинках все такие вау какие вы классные люди вы должны бороться бороться борьба это вы сопротивляетесь насилию которое против вас идет когда вас избивают дубинками а вы становитесь в носочках на скамейке это просто не борьба я себе представляю борьбу когда вы идете перекапываете дороги когда вы делаете диверсии на электростанциях когда вы меняете не знаю там предохранители где-то просто мне просто говорить потому что типа я эмигрировал но я эмигрировал потому что я этого делать не хочу просто я не могу этого делать я уехал в другую страну потому что я не представляю как я это себе буду делать но если вы остаетесь там вы только вы не можете по-другому изменить что-либо вы либо уезжаете либо сроднитесь с тем что происходит и начинаете оправдывать что происходит либо вы вот так делаете у вас только три варианта и все нету других вариантов это это к сожалению я не понимаю как такое произошло в наших странах что у нас к власти пришли фашисты я просто вот не могу себе представить как такое произошло те страны которые больше всего пострадали от фашистов в итоге привели к власти фашистов это какой-то нонсенс просто и меня это каждый раз я вот это сейчас говорю меня это просто стресс очередной я сижу тут в солнечной калифорнии потому что я сюда уехал чтобы этого всего не чувствовать и опять это вот в очередной раз вот это происходит понимаешь потому что вот люди приходят к власти чтобы просто насиловать свой народ просто издеваться это настолько вот просто вот такой какой-то ужас я не понимаю как вот эти твари вообще появились у нас в странах как они вот пришли к власти я вот я не могу представить ну вот смотри даже вот этот Путин если так рассматривать его с точки зрения исторической фигуры да как он к власти пришел как он ушел по головам как он убивал своих оппонентов как он опять-таки с моей точки зрения как он взрывал дома в России объявлял войну чеченцам на этой волне пришел к власти убирал этих олигархов своих политических оппонентов то есть он в принципе красавчик в этом плане вот именно вот именно что в России все считают что он красавчик молодец он молодец с этой точки зрения он делал все правильно как Ленин как Сталин то есть ты проводил этих людей в премьер ни хрена Ленин подожди Ленин и Сталин это делали я вообще не коммунист я вообще правых взглядов человек но Ленин и Сталин это делали для победы идеи а не для своей власти а Путин это делал для своей власти Ну потому что они не получили какой-то прибыли они вот они достигли вот они потом когда пришли к власти стали строить тот самый коммунизм который они Вот смотри, про того же Сталина я читал, вот то, что есть такое, да, говорят, что он там ходил в одной шинеде, но есть огромный список этих дач, которые, понятно, что это были не его личные, это были государственные, но, по сути, хозяином этих дач, по сути, был Сталин. Он там жил, его там кормили по высшему разряду, он никогда себе не покупал одежды, он не покупал автомобили, то есть, по сути, все государство работало на этого человека. Несомненно, я с этим не спорю, то есть, он, как бы, получал бонусы от того, что он со властью, но при этом он старался построить коммунизм в этой стране, он начал делать то, чтобы строить коммунизм. Я не могу осуждать человека, который получил власть и при этом пытается себе сделать относительно хорошо, но он не жил, извиняюсь, в Зимнем дворце, он жил на какой-то даче очень советской. Немножко знаешь, в чем прикол получается? То же самое, что ты говоришь про Сталина сейчас, он там хотел построить коммунизм. Я могу тебе заговорить то же самое про Путина, который хочет построить русский мир. Вот это самое интересное, вот расскажи мне про русский мир. Я не понимаю, что хочет построить Путин, в этом-то и дело. Я понимаю, что хотел построить Сталина, что хочет построить Путин, я не понимаю. Сильная Россия. Что значит сильная Россия? Что это значит? Это тебе скорее расскажет Дарвин, да? Так в том-то и дело, нету понимания вот этого, что строит Пузя, вот нету идеи, нету идеологии. Я тут слежу, потому что живя в России, я вообще ни хрена не понимаю, к чему ведет Путин. Допустим, в этом и дело. У предыдущих лидеров понятно было, к чему они вели страну, чего они хотели, чего хочет Путин, я вообще в душе не ебу. Это реально непонятно. Точно так, как и мне, непонятно, что Лукашенко, например, в Беларуси хочет сделать. Типа он тут главный кормчий. Это все полная херня, они просто держат власть и грибут бабло себе на дворцы, понимаешь? Из наших налогов. Вот и все. Я вообще живу в Украине, поэтому... Вот. А вот вы, украинцы, вы, украинцы, из нас, славян Советского Союза, походу самые вменяемые. Потому что вы хотя бы, типа, что за херня происходит, идите нахер, я вас не знаю, знаешь, вот такое происходит. Это такая, украинская пословица, моя хата с краю, да? Наверное, не знаю. Но то, что украинцы делают, мне намного больше нравится, чем белорусы и русские. Я... Не факт, что это, конечно, к лучшему чему-то приведет, но хотя бы вот эти действия... Это действие, это что-то... Это что-то происходит. Что-то происходит. Но это, в принципе, очень... Очень неприятно. Вот это... Итог... Итог советского правления и какие люди правят в наших странах. То есть, да, даже же Зеленский сейчас, ты какой-то... Ну... Почему его выбрали? Почему? Ладно. Это все очень неприятно. Ладно, давайте заканчивать на этой неприятной ноте нашу игру. Спасибо, что сыграли. Чилинио с победой. Чилинио, я надеюсь, ты все-таки не будешь там бороться с властью в России. Ты тут еще? Он побежал на митинг. Да-да-да. Это вырывать кирпичи. Чилинин, наверное, спать уже пошел. Просто... Я надеюсь, что он не будет там бороться с властью в России. Главное, делать себя счастливым. Чилинин, может, он этот молодой Ленин? Ну, может быть. Кто знает, да. На цивилизации научился поднимать экономику и все такое ввести в войне, так что нормально. Нет. Подавать экономику, конечно, замечательно. Тут надо научиться так, чтобы тебя новичком не потравили, если ты вылез слишком сильно. Понимаешь? Вот в этом проблема. Тебя не уничтожили, пока ты на взлете находишься. Поэтому лучше себе делать... Ну, ладно. Спасибо за игру. Давайте спокойной ночью. Спасибо за игру. Тоже пойду спать. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Пока.